У тебя вообще ничего несложно. Не-не-не. Вчера ты говорил, да на инвокере про кастом, да я двой рукой вообще несложно. Юл Санстрайк, Метеорде, Феринглассы — это то, что... Все школьники умеют. Да на Мипо 8К ММР, да тоже несложно. Ты сам играл на Мипо больше? Да, у меня где-то 200 карт. И сколько занимает у тебя времени пуфнуться всеми на Мипоре? Я что, засекаю? Так может тебе пора уже там собрать команду? Нет, в смысле, я не говорю... Выделит каждого Мипоря. Сложность игры за персонажей не заключается в том, чтобы нажимать клавиши, а в том, чтобы правильно нажимать с точки зрения позиционки, типа передвижения и всего остального, потому что... Ты хочешь сказать, что Тайдхантером играть так же, как Мипорем по сложности? Ну нет, конечно, но все-таки это... А в чем сложность-то тогда, если не в нажатии кнопок? Нет, с точки зрения Мипоря, так там вообще другая логика игры, с точки зрения фарма, движения, то есть ты совершенно по-другому двигаешься. С точки зрения, что у тебя один из четырех в любой части карты, ты его потерял и умер. Такая история. Еще надо постакать себе кучу леса, там все сеточки. Вот-вот-вот это напряг. Постоянно, то есть ты можешь так и три одновременно, типа, леса... Защита Майя скажет, что пуфаться несложно все еще. Пуфаться реально несложно. Мне нужно каждым Мипорем тапы, ф-тапы, 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 ф-тапы. Ты нажимаешь выделить всех. Если нажмешь один пуф, один Мипорь. Да, ф-тап, ф-тап, ф-тап. Ну, я тебе говорю, это уже 10 кнопок заодно. Ну, я так и сказал, это надо прожать. 10 кнопок вместо того, чтобы гаштан кинуть, бах, и все. Нет, это да, но все настолько несложно сделать, что... Ну, видишь... При этом ты можешь нечаянно два раза протапать, пуфнуть одного, одного где-то потерять, как это очень часто бывает. Или у тебя там может быть пачка 5... Таких, которые умеющие на Мипо, и где-то, ой, потерял, сдох, загулял. Или там в пачке 5 Мипорей тебе нужно, чтобы все улетели на одного, допустим, уйти от ганга, одного забыл, сори, а там... То есть тут любой микро-мисклик, все, до свидания. Слог. Ну, все. Давайте чуть-чуть к Америке. Понятно, что кайсеры и доты, это сложный, долгий спор. Можно уже доты не обсуждать. Вот кайс, понятно, ты ходишь прицелом, прицелом наводишь и кнопку нажимаешь. Это понятно. Это как Тайт Хантера в гаши кидать. Это проще простого. На голову навел, кнопку нажал, патрон влетел. Вообще, любой может, вот любой может. А тут, ну вот посади молодого парня, 10 лет, дашь ему, скажи, вот мышкой убей того, в кайсе он наведет, кнопку нажмет и убьет. Скажи ему в доте, иди, дай рассказ за инвокера. Сориан. Так, ладно, давайте вернемся немного к доте, потому что у нас появился Сларк, теперь совсем сильная линия, и Войт Бойс продолжают брать у таких не очень опасных героев. Что, зачем это Винга? Вот давайте. Два героя на минус армор. Фантастик, Сапфайф сегодня проиграли, поэтому сегодня пощады не будет. У вас есть лайн, Леон Джиггернаут, который идет прогонять Бистмастера. Вряд ли к нему будет какая-то подмога. Ну, может быть, другого оффлейнера, если Бист пойдет в лес. Что вряд ли, потому что у тебя и так Сларк на легкой стоит. Что будет делать эта Винга? Вот объясните, кого? Роминг пойдет с запогом? Нет, она будет просто стоять третья, там носки сушить. При этом Тайдхандера будет плотно терпеть. Нет, возможно, Винга будет кэрри и Джиггернаут в центре. Тогда я пойму, тогда вопросы отпадут. У меня будет куча вопросов, потому что, а чем ты будешь убивать хоть кого-нибудь? А фаст-пушек, фаст-пушек. Джиггернаут с Вангвардом, палочка в четыре. Вот здесь по аурой. Если Джиггернаут куча. Только ауры надо левел набрать, а здесь пока не я где-то. Так на кэрри ты-то наберешь? О, DC-мишка. Еще мишка в мид, видимо. Причем, возможно, это сворованный мишка. Не, ну, скорее всего, в мид, конечно. А вообще-то сворованный мишка, потому что мишка под Джиггернаутом, это под Хилингвардом довольно серьезный. Если бы они хотели его сорвать, они могли бы его забанить. Да, можно было забанить, на самом деле, здесь. Ну, они никакой Death Profit забанили. А, уже забанили, извините, у меня тут препятствия опять. И кого бы ты забанил, чтобы нивелировать этот фаст-пуш, который намечается в виде кэрри-винги и так далее? Так уже все. Уже думаешь, никого не будет? Ну вот по такому пику я не вижу, если честно, перспектив для победы у Void Boys. И в тимфайте я не скажу, что они суперсильны, как-то смогут запушить, задавить какой-то заготовкой. И не вижу я ни персонажа, ни игрока, который может, так сказать, соляры залить. Да уже на Сларк и на Медведе этими героями нет управы. У тебя есть там новом не Слэш и Фингер, как бы говоря, и Сберст. Которые просто не убьют никого. И Дезераптора. Вот мы вчера смотрели матч. Ну хорошо, да, саппортов всегда можно пофражить. Когда ты аутсайдер, ты можешь пять раз зафражить саппорта и сказать, ну все. Задача на игру выполнена. Дисисия выбирает героя либо в сложную, либо в четвертую роли. Они еще какой-нибудь Феникса могут взять и просто забей. У них со Станой больше в четвертую роль. Дум для Саксы. Который может пойти даблой и в сложную с бестмастером, с сапогом съесть крипа, прийти и управы. Вингус Леоном выгонит сразу. И бестмастер и левел наберет. Может вообще эту линию задоминировать. Может и мид поднапрячь в случае надобности, если уязвимый герой будет. И ауру потом дать всем вот этим ребятам. Мне пик нравится. Съесть волка, пойти с мишкой вперед и все. Ну например. Да, и уже два таких саппорта, которые никак не смогут контестировать. Ой, ну это по-моему похороны. Если честно, потому что очень медленный пик, не разогнаться. Да, и еще вдобавок есть Сларк против Лансера, который весьма неплохо контрит этого персонажа. Да и Дизраптор это то же самое, может накрыть всю эту шайку. Да и Дум если захочет. Ну Думам сложно выбрать настоящего Лансера на самом деле. Под Сларком никаких проблем. Здесь же команда. Я понял, Дум Сларк, короче, первая стадия у нас сегодня в Китае намечается. Нет, я думаю после Рикки Бэтрайдера только. Рикки Бэтрайдера, а потом против них так сразу же. Фиг знает зачем. Ну так что? 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. В общем у нас 3 DC против Void Boys. Стоит от наших аналитиков, но комментирует для вас этот матч будет адекватный Вилат. Вам слово. Ну что же, действительно вторая карта игры Digital House против Void Boys ждет нас. Что-то наши аналитики прям... Да прям безутешно когда они были. Ну что за 3-0 против DC, а где интрига? Я согласен. Я за Void Boys. Хочу интригу 1-1 и третью, чтобы взяли все-таки ребята из DC. Да, ну да, интрига действительно нам нужна, потому что напомню, что сейчас у нас будет вот этот полуфинал, потом будет малый финал лузеров между FDL и проигравшим этой парой, а потом аж до 5 утра у нас игр не будет. И ну как-то... Грустно это. Грустно, чем в паузу уходить-то не хочется. Вчера уже насиделись в паузу, сегодня хочется доты побольше. Last player to be killed. Что это значит вообще? Ну кого убьют последним в этой игре? Резоль. Больше всего вардов до 15 минуты? Мизери. Больше всего вардов в конце игры? Digital House. Player? Моуз, Девардс, 15-ая минута. Мизери. Все, поехали. Итак, представляем команды Digital House. Мизери у нас играет на Дизрапторе, на Думе будет катать Сакс на 4 позиции, Сларк сыграет. На Сларке будет играть у нас Резолюшина, на Виха будет играть на Альдруиде и в оффлейне Му сыграет на Бестмастере. Так, ну и Void Boys, Symbol of Pest сыграет на Леоне, здесь Джекернаут в руках под Соло, конечно же. 747-ой исполнит на Фантом Лансере, бегает в Энджи Фолл Спирит в руках Омега Павнера, но и остается у нас Снейкинг на Тайтхантере. Вот так вот. Снейкинг, посмотрим. Снейкинг, в принципе, в составе Void Boys на этих квалах нравится мне больше всех, очень хорошо отыгрывает, действительно опытный игрок, на немножечко непривычной позиции, потому что привык я его видеть либо на первой, либо на второй позиции, или в мидер, или в кэрри, но здесь мы видим, играет он в оффлейне, но все равно в своей команде во многих матчах он практически лучший. Ну что ж, поехали. Второй полуфинал Винеров квалификации на The International 6 от американского региона. Счет 1-0 в пользу Digital House, и они вот в одном шаге от попадания в завтрашний финал Винеров, где могут встретиться с комплексами, со своими принципиальными. Можно так их называть. Ну, попросил в перерыве, конечно же, Роман Резолюшн помощи и поддержки энергии стороны всего СНГ-комьюнити, поэтому оказывайте самую энергию. Это действительно единственный игрок из СНГ, который все еще остался у нас в деле на этих квалификациях. В Европе, вы знаете, три команды осталось на СНГ, игроков уже нет. Ну, и не считая Navi, СНГ-команд у нас на International не будет. Впервые за всю историю International у нас будет всего одна команда с СНГ. На первом International у нас было две, на втором International у нас было три, на третьем International у нас было опять-таки две команды, на четвертом у нас было три, на пятом у нас вообще четыре команды было. Но сейчас у нас будет одна, тяжелые дни, темное время. Но может быть будет одна плюс еще один из игрок, например, от DC. Можно же поедем? Может быть. Будет за кого потопить. Да, будем болеть, конечно же, за Резоля. Всегда хочется, чтобы наши игроки показывали, что могут, умеют, сильны. Да и Резоль, если честно, только симпатию вызывает. Не только у меня, а вообще у многих наших болельщиков, зрителей, любителей доты и так далее. Ну что ж, бегает. У нас тем временем пока сакса на Думе. Это тот самый позабытый в 7-е Дум четвертой позиции, который почему-то канул в лету. Даже непонятно после чего, просто в один момент про него прозабыли, не стали брать. Вспомнили о нем, сейчас ребята из DC. В общем-то, его геймплей особо и не поменялся. Ты берешь сапог, берешься какого-нибудь хорошего с ума, начинаешь просто носиться по карте, как бешеный. Гоняешь флейнеров, гоняешь кор-героев, мидеров, керри и с упортом тоже можешь разбираться. В общем, хороший персонаж. Ну и вот уже у них такая открытая война идет против Леона. Оп, Леон. Ах, хорошо, коклюзия. Из-под носа его саксы своровал, еще и неплохо ему выдает по ноге и по спине. Но леденец брони у сакса, между прочим, очень больно залетает даже. Да, но на взорвете пытается ничего подраться. Ой-ой-ой, слушай, он не пробил Леона. И, кстати, он может сейчас навстревать, если будет подкоп, да будет подкоп сакса. Пати-блок нужен. Ну, не-не-не, не пойдет до конца за ним, убегает от себя сакса и правильно делает. Но там хп-реген, конечно. Было опасно. Действительно было очень опасно. Там танк у него есть и плюс ауру. Мега-паунер на Мизери с ТП пытается пробить Мизери, но Тауэр не переключается на Мизери. Тауэр бьет Резоля и в итоге мы видим, что Венгар тут не может убить Мизери. Но хотя хп мы видим, очень мало осталось у Дизраптора и надо Дизраптора отсюда уходить. Прилетел Мега-паунер, помогает Снэйкингу на сложной линии Снэйкингу, которого уже отправляли домой. Потому что сложно ему тут стоять. Харасит, хотя, казалось бы, против Сларка. Может, в принципе, жить за счет Смэша и так далее, но нелегко дается. Ой, на топе Сакса проблемы огромные. Тауэр должен убивать, пытается он уйти, земля горит и хватает этого. Третьего уровня уже Сакс, поэтому на 24-4 качал, смог благополучно смотаться. У него сапог под всеми этими дополнительными аурами, дополнительным оффспидом уже 387 было. Конечно, просто догнать его даже с вертушки не получается. Благополучно ушел. Ну что ж, отметились пока первые 4 минуты игры тем, что снесли Тауэр снизу от DC. Он был благополучно сданен в Коэр-Койс. В общем-то денег не особо много получили. Ну, в основном пока все спокойно. Ну, очень интересно, вот как в последнее время очень часто мы с вами видим на центральном коридоре каких-то вот таких семи кири персонажей, которые впоследствии будут давать урон с руки. И сейчас мы видим даже два таких героя здесь стоят. С одной стороны Лондруид, с другой стороны Фантом Лансер. Очень забавно, очень круто. И пока мы видим чуть получше себя здесь чувствует Виха. Крипов поболее убил и поболее заданал Фантом Лансера. Перед носом. Ну, Фантом Лансер и Пурман Шилд, в общем-то, тоже свое набирает. Да, Резоль снизу тоже чувствует себя великолепно. 29 на 1 у него Крипстат по сравнению даже с тем же подсолом. У него 21 на 11. Да, 20 на 0 имеется еще у Муна Бестмастера, который не мудрил с твоей, а лукавой. Сделал так, как сделал с Windows у нас в двух матчах сегодняшнего первого полуфинала. Он просто сразу же ушел в лес ренталоном и выйдет на 6,5 уровне куда-то, наверное, на топ. И будет 10 месяцев, кстати, что-то придумать. Абсолютно верное решение. Сейчас у него все в порядке. Ну и медведь, 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 медведь. Как я уже сказал, стоит очень даже неплохо. Слушай, а Мутов вообще какой-то новый айтем билд у нас придумал? Ну, в каком случае, нестандартную сборку. Что это за хедресс такое? Ну, во второй игре как раз точно так же сделал с Windows. То есть он тоже сначала купил хедреску, а потом начал выходить, а потом купил тапок, и потом уже начал выходить в Некрас, хедрески потом собрал Владмирс. То есть это, чтобы, я так понимаю, чтобы особо далеко не бегать, и чтобы постоянно регениться. И, в принципе, это работает как бы. Логично. Можно здесь вообще не убегать. Ну, минимум, Му, это получается очень хорошо. 4 кп регена в секунду. Действительно этого хватает, чтобы комфортно стоять в лесу и бить нейтральных хрипов. Так, и очень много перемещений стороны Void Boys. Они пока заняли свой лес. Тут же Смог. Леон вместе с Венеджи Фолл Спирит. Второй и третий уровень, соответственно. Ну, что ж, есть у них дизейблы, есть у них станы. Можно платься, которые забрать, но Дум спалил всех. Дум всех спалил, поэтому благополучно идет как сам Дум, так и, конечно же, Виха, получившую информацию. Да, неприятно сейчас получился такой момент, когда у вас был хороший, хорошо продуманный, был Смог. Могли бы выбежать, но побежали по речке. Надо было, наверное, как-то вот сюда зайти. И, может быть, тогда успели бы хотя бы думаться по ноте. Думал, бить сейчас довольно легко, пока он там не разогнулся. Хотят, да, земля в два. Четвертый уровень, транквилы. Аура, Хеллс Регена. Не знаю, что это штука такая. Два спорта, скорее всего, вряд ли бы справились. Но не получился первый ганг, ничего страшного. Потом Смог откатиться или новый купит, просто пойдут вперед. Резальшин лижнюю линию старается не отпускать. Подфармливает крипов очень хорошо. Четвертый 1 на 4, уже довольно серьезно триф уходит. Это был пист по Т2 таврам. Ну и вот он, по-разблату, по-разблату. Под Т2 таврам. Ну вот, сильно. Ну, действительно, сильно. Просто не постеснявшись, залезли туда под Т2. Никаких сайт ТП здесь, между прочим, не было. Хотел, с другой стороны, так подумать, а кто мог прийти и помочь. Да, никто пока. И как бы помогли, что самое главное. Ну, Тедхантер с Реведжа в теории мог бы быть, но левел пятый. Не успел купить себе знаний. Ну, а бестмастер, как мы предполагали, вот он шестой уже, шестой с половиной. Есть тапок, 450 голды. Сверх тапка, сверх хедрески. Продолжает ему себя фармить. Шоквейв прилетел неплохо. Мой чуть не откинулся здесь. Это было бы неприкольно. Забавный момент, действительно. Так, ну и вообще конфликт интереса такой небольшой возник. Что это значит? Тихо пришел в свой лес, а там какой-то бестмастер фармит. Он говорит, иди отсюда, мои-то владения. Я буду и нейтральных крипов забирать, я буду... Тихо, линии мало, что ли, нам сказать. Иди, он на линии, у тебя все отлично. Чужой лес там фармит. Да, чужой лес, действительно. Правильно, Вихе все нужно оставить. Мой лес, моя политика. Здесь решает аналитика. Хорошо. Хороший слогон. У Вихи, кстати, между прочим, есть уже Мидас. Да, Виха так же, как и на первой карте, выносит очень-очень быстро. Все там у него был на восьмой минуте Мидас. Здесь еще раньше, и мы понимаем, что с этим Мидасом, если не будет прижимания какие-то резкие решения, будет бой, скорее всего, вынесет он в минутик эдак 17-18 уже и Радианс. Ну, а дальше ситуация будет похожа, опять-таки, на то, что мы наблюдали. Пошел, Мув, вперед, под смоками. Видно, Омега полный раз зацепить, пытался Праймл Рором, но ночь, ночь, и поэтому не дотянулся с вами. Есть ТП. Слушай, теперь уходить надо. Джигернаут уже побежал на Мув, ну, наорал на Джигернаута, потому что надо отсюда уходить. Есть стан. И... Слушай, можно развороть Патрат, Тайдхантер, если приходит, не Тревиджи. Не Тревиджи, да, Синфор. Не знает об этом. Ты сначала видишь Тайдхантера, ты в истерике начинаешь бежать, потом ты начинаешь понять, блин, прокликать, все-таки посмотреть, что там. Не всегда ты обращаешь внимание на только левелый герой. Так, Сэмплот Квис, нахват его Саксом, мячом по голове ударил. Есть Хекс, надо уходить отсюда. Леону, ну и Сакси, наверное, тоже надо уйти в другую сторону. Есть стычки, но нет фрагов, напряженно, напряженно пока выглядит игра. Ну да. Ну, вообще, напряженно-то напряженно, но вот коргерои у DC просто фармят намного лучше. Посмотрите по надфорсам. Сларк топ-1, безоковорочно, пока не отвлекается ни на что резолюшн, спокойно бьет крипов и делает им лучше всех. Ну и с другой стороны, конечно же, Виха с Мидасом. Вот они на двоих зарабатывают нереальное количество бабла на карте. Ветбойс пока таким же похвастаться не могут. Ну, то есть у них есть Жиггернаут, у них есть Фантом Лансер тот самый, но немного недофармливают по отношению к оппонентам. Ну, а в основном все довольно ровно, действительно. Тайтхантер, наконец-таки, получает себе реведж. Смог, наконец, прогнать этого наглого-наглого Асларка. Так, ну, Асларк, между прочим, пойдет в самый популярный, самый любимый ныне Аскилл билд, я иду в том числе тоже. Асларк, это, конечно, Шадоу Блейд будет с промакшенным Тарпактом. Да, и, кстати, если у него будет довольно ранний Шадоу Блейд, то будет такая проблема для команды Витбойс. Да, уго-го, Саксо находит Снэйкинга. Да, слушаю, Саксо могут быть проблемы со словами вот здесь Снэйкинга. Саксо определяет землю, пытается уйти. И на развороте еще банул Снэйкингу. Еще нейтралы помогают. Там, тем временем, Леона убивает Бестмастер. Ну вот, через ультимейт спокойненько. Некра уже почти есть. Да, 2-0 в пользу ТС. Саксо, между прочим, это еще и без ультимейта. Он, конечно, агрессор-агрессором, но ультимейта дать он пока не может. А Рэйвич мог бы и склопотать. Ну, уверен был в себе Саксо. Видимо, знал, что его не заберут. Так, все пропало. Нет, все не пропало. Лаги небольшие, но это не Китай. Лага-то не должно быть. Интересно, кстати, да, что и тут даже подлагивает. Нет, не достали, не достали Мистер. Вот Void Boys пытается что-то сделать. Они пытаются как-то перемещаться по карте, они пытаются что-то придумывать, но это ничего не выходит. Вот просто ничего не выходит, не выходит, никого не зацепить, нигде нормально не гонгануть. И вот 10 минут игры прошло, у них нет фрагов и нет даже надежды на фраги. Вы посмотрите на крипстат Резоля. Роман. Максимально собран. 95-5. Максимально собран. У нас рекорд был на Маниловском мейджоре. На 10 минут, по-моему, 100 с чем-то крипов было убито. Вот идет к этому самому реконку. Вот 10 минут, и у Резоля действительно будет 100. Ну, в сумме, если считать за Д-9, у него уже 101 крип. Резоль силен. Ну, плюс у него Ферсблат и Тавра, не забываем, 5-4 стены Творца уже на 1500 почти больше, чем у Джиггернаута, и на 2000 почти больше, чем у Фантом Лансера. Все очень круто у Романа на данный момент, но просто что-то будет дальше. Да. Ну, а дальше у нас пока самая активность, что и есть, хотя она очень такая скудная, но тем не менее проходит на топе. Почему? Потому что там Бестмастер. Вообще оккупировал эту линию, не уходит отсюда никуда. Праймл Ром уже успел откатиться, но теперь МП не хватает. Ну и Тесраптор тоже наполучал себе левел 6-го, у него тоже готов статик шторм. В теории можно абсолютно любого героя здесь слить, если удачно оборваться и удачно закинуть все свои обилки. Но не подставляется Джиггернаут. Джиггернаут тоже все прекрасно понимает и с под своего тавера не высовывается. Ну и вот сейчас, ко всему прочему, что есть у DC где-то на оффлейне, или на центральном коридоре будет еще и подключаться Резолюшн, потому что Shadow Blade собран. 11-ая минута ПТ, Аквилла, ШБ, есть еще Пурманшилд и Квилинг Блейд. Хватает всего, достаточно и очень быстро. И отправляется вперед в путешествие и проходит смог. Так, так, Резоль, Резоль, Резоль видит Резоля, Резоль. И просто отсюда немножко лишнего накликал, наверное, на Джиггернаут. Тем временем убивает Бестмастера, опять-таки в Соло. Ну, не в Соло, а в Мизерии. Символопис пытается сделать ТП-аут. Вот им Глимсы, Символопис тоже отправляется в Паверну. Му вместе с Мизерии зарабатывает к счету. Ну, вот то, о чем ты говорил, они пытаются, у них ни черта не получается. Но вот сейчас, казалось бы, идеальный момент. Они заходили за спину, хотели обойти Бестмастера и Дисраптора, просто сделать два хороших минуса в счет Реведжа. И тут, как назло, появляется Резолюшн. Вот что он там делал? Бежал просто, стоял, фрагнул крипов, испалился ног. Нежданно-негадно, в итоге Ганг сорвался у Void Boys, а они еще двух героев потеряли. Да, вот не прет, не везет, и вот непонятно, что с этим делать. Ну, Т1 на миде, тем временем, пытается подпушить, опять-таки, Му вместе с Мизери, Арка, не Аркантапт, извините, этот Некрономикон, там уже же не летит первый Некрономикон, он уже летит, там уже и на второй почти деньги есть. Тавр в миде забрал, тем временем, Виха, у Вихи уже 2 600 денег. А есть еще Резолюшн, который уже в суток людей ищет себе жертвы. И на топ, если он перетянется, я думаю, они смогут забрать и двух героев, и сразу же и Тавр, несмотря на то, что там есть ревейдж у Снейкинга. Резоль? Он перескочил сейчас, конечно, фосперед. Пошел Медведь, тоже дал Вижен. Вот, на самом деле, если немного задержался Резолюшн, он бы увидел, как он да поднимается на хайграун. Ну, с другой стороны, Нестус деформил хорошую пачку нейтральных крипов. И опять, сейчас Доблейд откатывается, далеко уже за Т2, где-то между Т2 и Т3 он пробегает в центре. Теперь смещается на топ. Тайда побить, и Тайд, 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 проблема у него. Сакс избегает, можно Дум просто в него лопнуть и убить. Там Леона убили, Тайда пока Сакса не цепляет. И вот он, Дум на Тайда, подсол рядом, подсол боится что-либо сделать. Килингвар надо избить. Резоль, кстати, сейчас может умереть, Резоль может умереть. Там Корни практически с первого удара, убили Снейкинга. Резоль тут не умрет, наорали на Мегапаунера. Моментальный минус, есть еще одно ТП, просто между Т2 и Т3 месяц своего соперника сейчас DC. Виха, Виха будет не суппорт, Вихи, Виха просто на людей, люди убегают. Медведь здесь же, Корни, подсол, а Кинетик пилд подсол. Это испепеление, господа, это просто испепеление. И Резоль... Ну, это наглость, совмещенная с собственной самоуверенностью, совмещенная с достаточными ресурсами для драки возле Тир-2, потому что в 14 минуте просто ребята здесь заходят и выигрывают замес. Знаю, что у противника есть трендерс. Ну, мучность умрет. Ну, уже или будет еще какая-то помощь. Мута палка, поздно, поздно. Ну, конец-то! Первый фраг делает Бойт Бойтс. Остановили этого бешеного бестмастера, который там поселился уже на топе и решил, что вообще бесстрашный. Ну, Некро 2 у него есть. Если бы не убили, то он был бы Некро 3 вообще на 14 минуте. Но самое главное, что жив Резоль. У него 1100 сверху после дублейда. И 3700. У-у-у, Бедя. Сакрат Релик тоже будет очень даже таймингом. Причем мы помним, что Сакрат Релик Алхимик покупал себе на 14 минуте. И вот с таким же темпом фарма идет Виф. Ну, это круто, конечно. Такой вот пассивки нету в Вифе. Зато есть Мидас, зато есть Прямые Руки. Этого вполне достаточно. Так, ну что. Наблюдаем за передвижением. Туда Резоль. Резоль пока на центральном коридоре. Я думаю, что не постесняется купить себе и в последующем Сильвер Эдж какой-нибудь. Там, конечно, мало пассива, которые прям хочется отключать. Ну, просто статов добавляет сейчас в артефакт. Ну, очень красочно смотрится на слаб. Можно купить себе и БКБ, чтобы ревиджи не мешали. Ну, в общем, вариантов массы. Так, ну что. Еще тут размочили Войт Бойс. И, может быть, есть потенциал еще каких-то гангов. Может быть, можно выйти кого-то убить. У Леона, например, есть еще Фингер. До сих пор не был вкастован ни разу ревидж. 15-ая минута. И пора бы его как-то заюзать. Только нужно подловить хороший момент. Ну, и, конечно же, выформить себе Блинк Дайдер. Желательно не получить Дум в лицо. Тоже правильно. Там Хенд оф Медас между прочим и Усакс. На том самом Думе. Да, Медведь продолжает фармить. Рейндж там. То есть осталось там Дорейден за считанные минуты. Преимущество страшно показывает. 10 тысяч и 7500 экспы. Могло быть и хуже. Слабое утешение для Войт Бойс. Ну, да, слабое. Но, опять-таки, давайте, будем честны. Мы, в принципе, ожидали от первых двух филуфиналов того, что мы наблюдаем. Да, и мы ожидали, что единственным сегодня напряженным матчем будет как раз-таки матч проигравших. А вот уже завтра будет разговор на топе. Дракт не менее. Здесь, естественно, и килька. Забрали, кстати, Дезрабтра под Сол. Маны у него не вкладят просто сейчас на ультимейт. Да хватает. Ну, просто бьют и бьют спину. Ничего нельзя делать. У меня слэш даже не стал давать. Слишком много суммон, но слишком много героев. Смотри, Сларк. 747-го. Топельгангер. Вводит отсюда Фантом Лайнсер. Кстати, грамотно одевается резолюш. Слупился облиблен стак. Не стал делать себе задачи. Тоже интересно это делать. Т2 падает. Пойдут ли на Т3 прямо сейчас? Есть довольно много времени. Нет ревейджа. Нет джиггернаута. Почему бы на Т3 не зайти, действительно? Так, Дефижилл Блейд. Нет, не пойдут, не пойдут. Пока в другую сторону они убегают. И есть еще вот здесь вот цель. Ну, внешне ТВ-ра остались. Т2 снизу, Т2 сверху. Еще и Рошана не трогали. После всего этого уже на хайграунд можно будет подниматься. Тем более, вот только-только прилетели третьи Некрадомиконы. Еще и Радианс нет в линдаре у Вихи. То есть вот этих нужно артефактов, этих вот левелов еще дождаться. Да, Некрадри есть, Сейбр есть, Радианс сейчас долетит. Забрать Т2, забрать Рошана. И вот тогда уже идти, наверное. И пытаться закончить. Звучит как хороший план. Т2 падает. Глип, кстати говоря, союзали. А вот это вот может быть опасно. И неужели будет атака, отводит бой с подсмоками. И все, спалил Сларк, просто сбоку выйдя. Ну, может быть, Спиритбера хотя бы взять. Ну, попробуй его убей. У него Радианс, и ты миссуешь. Ты смотри, нет, демджа, и тут Сларк просто врывается в толку. Демдж по всем пошел все-таки первый реведж. Саксу успеет ли что-то сделать. Проседают у нас Бессмастер очень сильно. Бессмастера могут убить. Бессмастера могут убить, убили Бессмастера. 1847 пока еще жив. Там минус Винга, кстати, минус Дизраптор. Дума тоже могут приговорить. Да, Дума тоже добивают. Но сзади Виха и Резолюшн вырезают. Немного героев Войт Бой. Осталось всего лишь их два. Там лоу-хп Штайдхаттер сгорает от Радианса. Но и Резолик старается не отпустить под соло. Он его отпускает. Но это 4 в 3. Это великолепная драка. В текущих раскладах, да, они даже больше денег заработали. Конечно, это плюс для Войт Бой. Мы видим, это почти тысяча голды и 600 экспы для них. Да, двухкорров они не убили, но сделали они максимум с того, что могли в драке. Слушай, ты видел закопку Ладихи на основном? Неплохо. Отлично. Два рынка неплохо. Интересно так. Штука хорошая. Как это работает? Я так понимаю, что по одному ссору должно сжигаться. По очереди, да, и все. Как два блатстоуна по очереди заряжаются. В один момент был их 10. Ну вот, останется скоро 0. Не знаю. Если они дальше будут нестись. Но Рошана надо забирать сейчас парням из DC. И все равно стараться закончить эту игру минутки эдак к 25-ой, максимум к 30-ой. Они все прекрасно понимают. Ну, чем раньше закончат, тем быстрее пойдут отдыхать и готовиться уже к завтрашнему дню. Все верно. Быстрее убиваешь противника и дольше будешь спать. Больше времени подготовки. Так, Резолюшн вместе с своей компанией заходят в Рошпит. Будут забирать Рошана. А Егис... А, Егис достается с Ларву. Должно быть. Так, внешний табор остался только один по верхнему коридору. Можно, в принципе, туда пойти. Ну, далеко бежать. Я думаю, лучше где-то скрупироваться на одной дне. И так, тут Резоль пытается убить. Резоль, ну, Резоль, кстати, навстрелил. Я решил, Резоль, что победит им всех и оказался абсолютно прав. Да. Легкий фраг от Резолюшн. Ну, а в миде, куда медведь-медведь летит, регенится. Тут смоук от команды DC. Прям на ровном месте по миду. Вообще не боятся, что там какие-то варды, что их может видеть. Ну, вот, понятное дело, будет бояться на базе. Ну, Тайдханта разве что только не на базе. Может быть, план перехват будет, подловить его. Там Блинк есть. Но нет. Ну, попытка действительно просто забрать, сделать быстрый минус, зайти на хайграунд. Я так понимаю, что Глюк еще не успел откатиться. Так и есть. Просто, конечно, сломя голову против пятерых лезть не хочется. А вот если убить одного персонажа, потом уже можно зайти. Ну, ладно. Видимо, и так придется. Все же Аегис имеется. Все готово. Спирит Бэр поднимается на ХГ. И очень быстро, очень. Здесь тут брать Тир-3. Глимс возвращают. Тут Пэнджи Фолл Спирит, тут же ныряет Резолюшн за ней. Паунсом сцепила. Мега Паунс расправляется в поверну. ДП только сейчас приходится 707 после респауна. А что он может сделать? Откинуть Спирит Лэнсом. Отправить Иллюзии вперед. Там еще есть Тайдхантер с Реведжем. Не забываем. Думаю, тоже есть Блинк Даггер. Просто кто первый нырнет, кто сможет срезеймить. Некраткий вызвал му. Добивают второй барак. Опять-таки, какого-либо драки тут навязать не смогли. Ну и тут же пока живые Некрономиконы, пока живые кабаны. Пока не едет на месте. Надо бежать и на еще одну сторону заходить. Диджитал Хаос. Давайте драку, Водбойс. Давайте последнюю хорошую такую драку с Реведжем по всем. Попробуй. Вот Снеки прыгает. Вот он Реведж. Действительно, по всем. Пытается сбрить му моментально. Есть Дизраптор. Буз Грили. Хорошенький метап отцов. У нас Грили Дизраптора. Мизери пытался жить, но погибает. В итоге Пантоматер погиб. Просто по всем ультамул Леон. Реведжнул, скажем так, Леон. Ну Резоль сейчас зарежет Леона за это. Еще один удар осталось сделать. Да, вот он ненес Леон. Резоль плюс 10. Так, Хантер жить против Родианца. Спирит Берр. Байд КГ. 20 минут понадобилось на второй карте DC. И вообще 3,5 часа. На 2 Б3. Закладывается обычно на одно Б3, но мы смогли 2 Б3 в Америке посмотреть. Действительно, по расписанию. Если бы у нас есть наше рабочее расписание от компании Valve. Там в 20.00 стоял первый полуфинал, в 23.30 второй. То есть... Мы должны стартовать через 10 минут. Да, мы должны стартовать второй полуфинал через 10 минут, но... С бережением работаем. Да, немножечко.